Тогда вы слышали всё, о чём мы не говорим в эфире. Поразвлекаемся. Натяк, ты чего не спишь такую рань? Могла бы и поспать. Как продюсер тебе нужно много отдыхать, чтобы много сил было. Контролируется. Контролируется, да. Я ещё продюсер. Умничка, говорит Юля. Я говорю, что молодец просто. Контролирует всё. Вот, видишь, Натяк, похвалили тебя. Люди добрые. Мы с вами, говорит Натяк. Видимо, Натяк с Софийкой, своей дочкой. Фотки вообще с Таттлера бомба. Угу. Говорят, что фотки с Таттлера твои бомба. Как бы вот так поставить. Вот так вот так. Вот так вот. Сегодня мы говорим о песне «Молоко», о клипе «Молоко». Юлочка, дай мне фонарик. У кого есть фонарик? У кого не задействует телефончик? А, нет, мне нужно как-то вот поставить. Ничего не помогает. Вот, было бы, конечно, хорошо. Вот так. Ну, ладно, только никакого. Забираем свой фонарик. Ладно, пока с вами так поговорю. Света просто мало. Он только сверху. А сегодня у моей самой близкой девочки, которая занимается всеми моими вопросами, которая была моей большой поклонницей, Людочке Тимофеевой, день рождения. Поздравьте мою прелестную кудесницу, которая занимается ой, Господи, с таким количеством вещей, если вы даже не представляете. И только любовь позволяет ей со всем этим справляться. Людочка моя дорогая, с днем рождения. С днем рождения, моя хорошая. Сегодня тебе привезут подарочек от нас. Очень классный. Ты будешь довольна. Поздравляйте, поздравляйте. Привет, Алмата. Мы находимся в прямом эфире на радио Энерги. Украина. Да, Наталочка, Людочка, твоя наместница. Смотри, шаг право, шаг лево. Людочка быстренько тебя заменит. Будь на чеку. Сегодня мы презентуем песню «Молоко» на радиостанции, которую мы очень любим, потому что в Киеве, когда я приезжаю, я слушаю Энерджи. Часто. Денис Бутанцев. Тебе привет. Мы с кем-то к нам гостем. Почему так гонишь здесь? Главный человек на этой станции. Где же ты? Тут я жду. Тебя, это не очень много. Я не знаю. Я не знаю, не знаю. Я не знаю. В предновогодние праздники мы решили показать себя на всей кризисе. Вот, все в масках, смотрите, все, видите, придерживаются карантина. У нас вообще офис на удаленке. Да, у нас только подвальчик работает. Посылки официальной МРЧ-7 и включится к прямому эфиру. Сегодня мы целый час в эфире, это Слободово называется. Так, сегодняшняя наша. Вечеринка, утреннее, только по телефону. Со мной даже Тиночка, вон, смотрите, тянули, видите, тянули. Тиночка занимается моим гримом уже очень много лет. Делать меня красивой, видите, сегодня стрелочки нарисовала. Светик красивая, пришла на фишку. В эфирчик! Магер в эфир, будьте с нами. Светлана, у нас есть рубрика, в которой мы просим наших слушателей вписать в инстаграм «Energy Ukraine» ответы на какие-то вопросы. И сегодня мы спросили, если бы можно было выгадать какой-то зимовый вид спорта, ну умовно вид спорта, чемпионом с чего ты бы ставь с этой зимой? Нам просто кажется, что это должно отозваться, потому что ты же борец, тебе же всегда хочется быть первой, лучше, чтобы все получалось. Мне всегда хочется бороться, я бы сказала так. Ну, в таком виде спорта бороться. В таком виде спорта не имеет значения. Мне просто нравится энергия жизни. Мне нравится, когда жизнь кипит. Но в чем вот прям хороша? Вот прям ты бы победила любой зимний вид спорта. Я просто давай, мы накидаем то, что пишут люди, чтобы ты прикинулась. Разумеется, что спорта совсем не про спорта. Да, давайте. Так, я была бы чемпионом по глотанию сегодняшних снежинок. Прекрасно. Ну, то есть человек просто любит ходить с открытым домом и хочет поучаствовать в этом соревновании. Так, неоспоримый чемпион по дневной дреме. А ты любишь ловить снежинки? Давай так, когда ты его станешь и робила? В детстве. Ну, конечно, мы это все делали. И делали... Вы понимаете, мы после эфира выйдем одного? Давайте, знаете что... Давайте мы лучше поэкспериментируем на наших детях. Маша такой челлендж придумала. А давайте мы выйдем и весь снег съедим. И тогда на дорогах не будет снега. Класс. Нет, это отменяется соревнования. Мне кажется, намного интереснее, когда ты языком прикасаешься к холодной какой-нибудь трубе и прилипаешь к ней. Так же, ведь это тоже экспериментирует. Да, и вокруг строишь новый дом. Как бы просто вокруг себя уже. Хорошо. Я был бы чемпионом по теме «Вечно голодный». Вечно голодный. Тебе взымку хочется больше, если нет в битку? Мне вообще никогда не хочется есть. И это моя большая проблема. Я заставляю себя кушать. Не знаю почему. Я не успеваю просто. Вот три друг стоять. Ну, посмотрите на этого человека. Вот сейчас я покажу своим подписчикам. Они тоже сейчас в эфире. Вы уж будьте добры. Посмотрите на меня. И покормите. Стройный, красивый. Стройный, красивый, молодой. Спасибо большое. И вот, в принципе, мне кажется, что молодость – это залог успеха. Если ты не так много ешь, а просто понимаешь, когда нужно есть. Вот. И ешь маленькими порциями. И главное – много пьешь воды. Это основное. Секретики? Немножко рекомендации. Секретики красоты. Просто иногда… Я понимаю этого человека, который хочет поучаствовать в таком соревновании. Когда ты начинаешь кушать что-то вкусное, ты реально не можешь остановить. Ну, когда вот прям сильно вкусно. Ну, когда… Три месяца назад я отказалась от блютена, лактозы и сладкого. От всего, что радует получается. От всего, что радует. И я. Первый месяц было очень тяжело. А вот сейчас я привыкла и поняла, что кожа еще лучше. Волосы растут. Ногти растут. Все просто как бы прям выравнивается баланс в организме. И действительно это хорошая вещь. Рекомендую. Не знаю. Я из всего перечисленного идем все. И у меня… Все растет, да. Ногти тоже растут. Из всего перечисленного. Вы еще просто очень молоды, понимаете? Вот. А вот со временем вы поймете, что нужно что-то-то делать для того, чтобы эта молодость продержалась. В 19 поменяют. Мало элементов, ломбардайся, не с него ведуча нашего ранкового эфира. Всем привет! За Френк и Маша и до Нового Руку. Лиша и до Нового Руку. Да. Вот так. Как 20 исполнится тоже. Совсем заберу. Вот. Какие симпатичные у нас сегодня. Со-ведущие. Доброе утро. Со-ведущие. И теперь красные щеки. Красные щеки симпатичные, потому что стеснительные уж больно. Уж больно стеснительные. Молодые. Молодые просто еще. Очень молодые. Но это прекрасное качество. А я сегодня тоже села в Apple и закачала себе много разных треков интересных, новых повыходило, западных. Как-то вы обратили внимание, что в последнее время очень мало хороших песен. Вообще не только у нас. В этом году очень много каверов. Все откладывают. Все откладывают выход того, что считают хитярой. Угу. На позже. А вы знаете, мы приняли решение по-другому. Мы приняли решение, что мы сейчас будем бомбить хитами. У нас за этот год их накопилось. И мне кажется, что сейчас людям очень нужны хорошие песни. Поэтому 14... Об этом мы скажем в эфире. Ладно. А вам скажи, подписчики первые. Спасибо. Будете знать, что 14 февраля у нас выходит еще одна песня. И такой боевик. Ух. Ух. Ждите. 2021 год будет нашим годом. Я вам обещаю. Боевик. Угу. Очень сильный трек. Прям очень. Мы на М1 пишем светом плейлист. Угу. Зачистили мы... На М1 пишем светом плейлист. Угу. Прикольно. Мы на М1. Ну что делать? У нас сейчас много работы в Украине. Не поверите, но в этом году мы работаем как никогда много. В Киеве, в Харькове, в Одессе. Поэтому я подумала, что, видимо, время пришло. Видимо, время пришло. Быть с вами чаще. Поняла? Я еще не видела. Да, не выходила. А теперь мы думаем. Ваше здоровье. Да. А в этом году вы Новый год ждете? Вот у вас есть ощущение, что вы ждете этот праздник или нет? А, да. Да! Новый год, класс! Новый, скорее! Такие вы вообще, понимаете? Ну, ну, зачем же так? А теперь по-настоящему. Новый год ждете? Нет. Я что-то... А я не знаю, саму новогоднюю ночь нет, а Новый год, наверное, да. Потому что все равно есть всегда ощущение обновления в этот момент. Угу. Мне тоже кажется, что обнуление должно настать 31 декабря обязательно. По крайней мере, я очень жду. Я бы хотела, чтобы оно все... Весь негатив вышел с 20-м годом, и как-то мы нашли в новую эру с правильными мыслями, с правильным зарядом и настроем. Рано еще поздравлять с Новым годом, друзья. Еще время. Есть целая неделя, а то и больше. Так, я думаю, что достаточно. Вы посмотрели наш клип «Молоко», друзья? Вы видели, что у нас вышла потрясающая работа? Да, действительно. Ты просимал бы дует? Я сейчас кину тебе кое-что. Которая была написана молодой девочкой. Которая была на 9-м месяце беременности, оказывается. Вчера я с ней познакомилась в Инстаграме. Потому что, в принципе, все авторы, с которыми мы работаем, я их всех всегда знаю. А тут у нас появился новый человек в команде. Новый автор. Это Элиас. Которого мы… Поняла? Да. Изобрали песню «Молоко». И у вас слушателя одному Фрэнка объясняет слова за полминуты. Второму Светлана объясняет слова за полминуты. Какие нужно объяснить? Вот сейчас… Смотри. Сейчас… Игра. Раз, раз. Игра типа Элиас. К нам сейчас дозваниваются два слушателя. И кто первый дозванивается, может первым выбрать, с кем он хочет играть, кто ему будет объяснять слова. Если первая выбирает тебя, то тогда… Я кинула Юле список слов. Да. И первая по списку начинаешь объяснять слова. Все вот эти слова, да? Да. Господи, дать его почитать хотя бы. Список-то ваш. Дай, наверное, телефон. У Светланы же трансляция. Конечно. Да. Вот. Тогда, может быть, по виде трансляции чуть-чуть, сейчас тебе его переключу. Вот тебе будет удобно. Так, держи. Да. И надо успеть за полминуты объяснить как можно больше слов. Ну да. Потом следующий слушатель и следующие полминуты у Фрэнка. Есть любовь к играм? Нет. Ну, с вами она появится, чувствую. А с детьми? Хорошо. Не страшно. А с детьми, конечно. Ну, конечно. А во что вы играете? Ну, сейчас в покер я их учу Евку. Вот это мощная мама. Да. А малышка, ну, конструкторы всевозможные, лего очень любят. Вот. И любят лепку. И Евочка очень любит бисером. Вот сейчас мы покупаем иконы большие. Из бисера выкладываем каждую бисеринку. Это занимает 2-3 недели. И у тебя такая получается икона почти метр на метр. Большая и очень красивая. Прям рекомендую. Во-первых, развивает моторику у ребенка сильно. Во-вторых, ну, правильный посыл, правильный заряд. Она в это время слушает сказки, либо романы, либо детективы. И занимается вот такой вот работой. Очень круто разнос в плане от икон до покера. Я же говорила, у меня вся семья такая. Мы все на контрастах всегда. Это разностороннее развитие, знаешь? Дальше сами выберут, что им интереснее. Но показать надо много. Сейчас я обыграю тебя в покер, отберу у тебя все, а потом мы сделаем икону. Нет, не совсем. Мы разносим это. А вы в покер на деньги играете? Ну, она просит меня на деньги. Сейчас я попытаюсь и там немножко по доллару, полдоллара мы договариваемся. Но это все равно получается много. А ты сразу в Лас-Вегасу готовишь, да, все в доллар? Да, мы просим. Ребенок просит, ей его просит. Мама, мне нужно накопить, она хочет сейчас себе очень сильно на Новый год. Этого, господи, эти вонючие грызуны, как они называются? Хомяки. Хомяки. Вонючие хомяки. И бросит, чтобы я купила хомяка. А когда она была маленькая, она этого хомяка, первого, который у нас был, в жизни не задушила. И я все равно вспоминаю эту историю. А ты он, по-английски. Вы же помните, классно мы сегодня продолжили шоу на пів години, поэтому летсгоу шоу продолжается. Фрэнк, Маша, Лабада. Такий склад у нас сегодня. И сейчас будут игры, до которых вы привыкли в летсгоу шоу. Во-первых, Вардабой. Это игра. Да нам нужно двое слушателей. 205, 48, 45, код Киева 044. Я напоминаю, что мы батлимся здесь, в студии. И тот, кто первый дозвонится, сможет выбрать, с кем он хочет играть. Я понимаю, что шансов у меня немного, поэтому должны быть второго звонка, и это будет уже моя команда. Так, я буду в жюри сегодня. Договорились. А с вас двох, треба обрати. Доброго ранку. Добавить, какой очевидный выбор зараз будет. Як тебе звати? Я даже не расстраиваюсь, честно говоря. Я знаю, что сейчас вас выберет Вась. Ну что, ну выбирай, с кем ты будешь в команде. Вау! 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 Эфект неожиданности! Ну, давай! Я уже готова. Готовь. Нет, давайте, я буду помогать. Я буду помогать. Я буду помогать. Буду помогать. Хорошо. Договорились. Очевидно, что это жалость. Это мужская солидарность. Вы можете выбирать мужчину, когда перед вами две женщины. Это мужская солидарность и жалость. Ничего страшного. Так, мы с Василием будем играть вместе. Здравствуйте. Доброго вечера. Привет. Как зовут тебя? Виталий, знакомимся. Это Светлана. И сегодня вы станете одной командой. Ты не теряй дар речи, хорошо? Слышно, что не просто дается. Виталий, очень серьезный сегодня у нас пациент. Это очевидно. Вы лекаете его? Будем лечить. Будем лечить всеми силами. Первая команда это Фрэнк и Василь. И у вас есть полчаса. Фрэнк объясняет слова. Василь будет их разгадывать. И сейчас начнется игра. Ровно полчаса. Они начинаются сейчас. Вась, суп каким прибором кушаешь? Правильно, одна. Скажи, одна что? Да, между нами тает кто? Верно. У быка один на голове. Правильно. Да, в воде за него нельзя заплывать. Правильно. Роллы еще называют в японских ресторанах. Да. Хлеб такой сверху порубленный как будто бы. В шрамах. Хлеб в шрам, да. Какая ассоциативная. Какая ассоциативная. Какая ассоциативная. Ну мы просто с Василием. С Виталием. С Виталием долго уже, да? Нет, с Василием. Это моя игра. Сейчас ваша начинается. Так, я не буду сказать пока еще что там с остальным словом. Договорились. Мы решим по ходу. Светлана, у тебя тоже есть кусок слив. Хорошо. Саша, после батона? Хорошо. Это твое. После хлеба в шрамы. Виталик, ты готов? Да, продолжаем. По-не-слась. Где выступают артисты? Да. Чем играют дети? Оно. Что у нас есть на лице выпуклое, большое? Ну конечно. Большое особенно. Так. Чем бьют собак иногда? Ну плохие люди. Собачек. Ну бывает бьют собачек, а бабушки опираются на эту штучку. Да. Так. Кожаные, стильные. Кожаные, стильные, носят женщины, любят кожаные такие штаны. Тоже нос получается? Нет. Нет. Это цельная вещь такая. Она от шеи до пят. Конечно. Конечно. У тебя там помощники. Там на фоне, да. Да что ты там думаешь? Это комбинезон, очевидно. Сколько слов? Теперь осталось определиться, кто из слушателей дозвонившихся и с какой командой сегодня победит. У нас пять. Если мы рассчитываем все половинки, которые добывались в конце, то у Светланы и Виталия опять слов, а хлеб в шрамах у вас вообще много. Я отмечаю тебе победу, потому что это было шестное слово. Браво, браво, браво. Шестное слово. Простите, простите, простите. Я говорю, простите, но я счастлив. Не верю. Я так ненавижу проиграть. Может, нечья? Может, два подарка? Ничего подобного. Я мастер каламбуров, а вы мастер ассоциации. Я мастер шрамированных хлебов. Да! Василий, улышайся на звязку. Подарунок ведь летс го ушел твей. Доброе утро, Василий. Я просто горжусь вами. У меня мужчина, я отцом горжусь вами. Скажи у вас, пожалуйста, фамилию свою. Ну что, мои хорошие, ну что, мои любимые, я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня. Слушайте нас по-прежнему в эфире Радио Энерджи Украина. Смотрите наш клип и слушайте нашу песню молоком. С наступающим праздником. Весню Женну Ченко.